Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Уайтманом. Здравствуйте. Добрый день. Чернобыль. Новости из зоны Чернобыля, зоны отчуждения. Сейчас ученые решили проверить, что же там происходит. Установили 42 камеры. Оказывается, что за последние 30 лет количество животных в зоне увеличилось в разы. Появились животные, которые сто лет назад как бы ушли оттуда из этой зоны или вымерли вообще. Здесь говорится о животных таких, как рысь, белбурый медведь, лошадь Бржевальского, зубры появились. Вот такой вывод очень интересный. Профессор университета города Портсмут Джим Смит сказал, что мы не говорим, что радиация это хорошо, но отсутствие человеческого влияния. Вот это хорошо. Да. Так что, в принципе, знаете, даже захотелось поплавать. Самый главный вредитель природы хуже сжатанной войны, это человек. Представляете, какие городы. То есть они так живут в мире хорошо, там уже вот такая... Это же экология. Это же экологическое равновесие. Это же вообще... То есть оно само восстанавливается? Конечно, тут ничего не надо. Даже если начисто пропало, все равно восстанавливается. Если надо в экологической этой картине, системе, чтобы были какие-то те виды, они будут. И то, что их нету, это потому, что человек своей грязной лапой накладывает, понимаешь, что такой печаток на природу, и все. А когда его нету, природа цветет. А как же нам быть, чтобы как будто нас не было? Как, чтобы оно цветло вместе с нами? Вместе с нами, это ты должен себя исправлять. Ничего не сделаешь. Самое главное, что мы делаем для человека. Ведь человека нет. Человека мы уничтожили. Мы не дали вырасти из нас человека. То есть человека в себе мы уничтожили. Да. Получается, что мы уничтожаем вообще все будущее. Земля, она непригодна для существования. Ведь человеку все это дано, и все это сделано ради человека, вся природа. Для того, чтобы человек, который в нашем мире существует, тоже как практически животное, чтобы он поднялся на следующий уровень своего существования. чтобы человек увеличил свои органы чувств, свои ощущения, расширил бы границы их, и тогда бы он почувствовал сквозь наш мир, высший мир. Он просто раступился бы наш мир, он бы увидел, что за ним существует другое. Как в кино. Это на самом деле так. Я предлагаю вам приблизиться и войти в эту новую реальность. Для вас новую. Вот. Которая существует и готова для каждого из нас. И для всех нас вместе. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо.